МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин Регионов. Студия Павел Савицкий. Витаева. Заглядитесь о нём в выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко наведал Могилёвскую область. Хлеборобы Могилёвшины наближаются до миллионной мяжины. Ранец у 18-го жнивня намолочено больше за 900 тысяч тонн зерня. Спёка на выходные. На яких выдаёмах хлеб заусёбавить часы и калит чекать похолоданья, ведают наши корреспонденты. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчас наведывания Шкловского района познайомился с ходом жнива у Могилёвской области. Сустреча отбылася на так званым президентским поле. Как рассказал журналистам Александра Лукашенко, тут я напрацоваю ещё в юнацстве. А вошним часом это поле з'является экспериментальным. Всё лето тут посеяли гибридную азимую пшаницу и жито. Обе две культуры дали добрый ураджай – 90-100 центнеров зектара. Кировник державы доручил не сбавлять темп жнива и нагадал, что до 20-го жнивня амаль у весь ураджай треба убрать. Могилёвская область выконала держзаказ по харчовым зерне и рапсе. Тым часом хлеборобы наближаются до миллионной мяжи. На ранницу 18-го жнивня намолотили больше за 900 тысяч тонн зерня. У агульной каравай по 100 тысяч тонн сборжа собрали с початку Шкловске а за им Могилёвске районы. У агрокомбинате Зара Могилёвского района у чарговый раз ураджисты шануют хлеборобов. Ураджайность тут высокая, амаль – 74 центнера з гектара. Други покажшихся родгосподарок в области по зляси газпродприемства Александрийская Шкловского района. Острашеня Абалы Конкамы выказывая подяку у всем керувникам хасподарок Могилёвского района. 100 тысяч тонн зерня у агульной каравай – важко. Я вижу, что в Могилёвском районе в этом году есть урожай. Надо его убрать. И дальнейших усеков вам. Вам всем руководителям, специалистам аэропромышленного комплекса и механизаторам. У агрокомбинате Зара усьотыш лидеры жнива. Только теперь я на першую в области четырехтысячники. Экипаж комбайна у Мельникова и Корсака и водители Ланбуры Хаси и Юрий Манкевич. Мне 18 лет. Это первый сезон. Буду после комбайна, пойду в армию, отслужу в армии. Потом дальше будет видно, что будет. Может, опять с папой пойду на комбайн. Работать надо. Это надо всем. Не только нам, а и доверили такую ответственность. Надо исполнять добросовестно. Сегодня у меня двойной праздник. У меня внучка родилась сегодня утром. Так что будем отмечать после уборки. Ну, так все хорошо. Спасибо, что не кидают нас. Приезжают, поздравляют. Очень приятно. Очень. Побыч с полем сбоживых, где проходит веншевание, растет кукуруза. Яевышиня больше за три метра. Большое внимание уделяли не только зерновой группе, но и именно кормовой. Сделали нормальную кормовую базу, чтобы у нас в этом году не меньше получили кормов, как в том году. На условную голову где-то 32,3 кормовых изниц. Что до доброго на молоту и якостной уборки, так это огульный выник работы агроному, механизаторов и кировництва. Хлеб сегодня в Могилевской области есть. И убираем мы его очень профессионально, качественно, без потер. Завершены поставки зерна в счет госзаказа. До этого мы закрыли даже с перевыполнением поставки зерна рапса, семян рапса. Тоже к тому заданию, которое доведено правительством. Поэтому все идет в штатном режиме, все идет нормально. И погода нам позволяет сегодня работать. Параллельно уборки с божи рыхтуют глебу до посеву азимых, нарухтовывают кормы. И до 22 жнеуне господарки плануют завершить посев азимого рапсу. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. Тым часом до завершения жнева наближается Кировский район. Тут убрано 96% площадок. За им по темпу уборки идут Кличевские и Бабруйские районы, где скошено отповедно 93% и 91% сбожжевых. Большость районов приступила до уборки и присядимных участков. Обмолочена маль пятая частка. А это больше за 1770 гектаров. Лидеры по уборце колоссовых присядимных наделов Бабруйские и Черковские районы. Больше за 56% споживцов электричной и тепловой энергии по информации предприемства Могилёв Энерго отрымали по шпарту подрыхтованности и до работы у азимный осенне-зимовый период. У целым до початку отепляльного сезона плануется завершить замену 12,5 километру тепловых сеток. Частковые на сучастные петрубы от коммунальных организаций энергетики додатково приняли на баланс 58 километров теплосеток. Их так само ремонтуюць. Вядзецца подрыхтовка электротехнічнага абсталяванне. По оценках энергетиков выканано парадку 70% усіх мероприемству по подрыхтовцы до зимы. Як нагадывают специалисты, коншатковая мета усіх работ по подрыхтовцы до нового отепляльного сезону знізіць страты па аказанні адпаведных паслух. Гэта асабліва актуальна пры умові, што ў Беларусі сё літа запланована выісті на 75-працентну узровінь аплаты насельніством выдатково на жылёва коммунальнае паслуги. А до канца 2018 года на іх полная пакрыцьё. Па субсідзірованных тарыфах будуть аплучшвацца ацяплэнні і гарачае водозабеспячэнні. Бадай, самы важкі артыкул расходу споживцов. А пакули энергетики робіць ўсё, габ новая тепляльній сезон прайшоў без проблем, літа нам дожыць чарговая спякотная выходная, а разам з їм махчымайць праезці гэты дні ля водайомаў. Дарычы, па выніках мониторангу якості воды знову адкрыты для купання чатыры зоны адпачынку ў Костюковецкім районі. Галі спеціалісті санітарных служб нагадуюць, што прайнішым ў забаруні на купанні дзяті і дарослых на пяці місцэх адпачынку Магілёшчыны. У зоні Гребянюцкого озера, гарадскога пляжа на Дняпры ў Магілёве, а так сама Вільчыцкага водосховіща, гарадскога пляжа ў Шклові і на Дняпры ў районі Палыкавічаў. У товарыцтві вартавання на воді принципова раяць выбіраць для адпачынку толькі офіційныя пляжы. Знизіць рызыку несчастных выпадкаў на воді да паможа ў вага дарослых да адпачынку дзяті і падлеткаў. Ну і трэба памятаць, што купацца ў нитвярозым стані просто нельга. Пасловах синоптыка, ў надвор ў выходныя будзе толькі спрыяць здоровыму адпачынку каля водайомаў. У суботу і неделю будзе мала воблачна, без апаткаў. У дзень паўітра прагреецца ў сярыднім да плюс 28, плюс 31 градуса. Новый жатыдзень прыняся резкая па халаданне, кажыць ў абалгідрамете. У панядзелык па області чакаюцца дажы і на вальнице, а слупок термометра ў дзень дасягніат знакі ў плюс 15, максимум плюс 20 градусаў. Народныя аб'яднання мастацтва з горак святкуе юбилей. Суболка маўстро Ауматраў створае, дэманструе і радуе сваўго глядача ровна 25 год. Чварцтагодзя мастакі і маўстры декаратына прикладного мастацтва безуму назначаюць власныў выставай. За маторскімі професіоналамі з глубінкі пазнаўмілася наш корреспондент Олесі Рыбалка. На выставу знаходы юбилею кожны з мастацтва прапанаваў свае самыя любімыя творы. Гэта як прызнанні ў любві родному в'яднанню. Дапрыкладу Макі ад Людмілы Шыліной, якая адзіна ў райўні займаецца машынной вышывкой, альбо замежныя пейзажы ад Алы Аурамінка. Родныя краявіды ад Александра Плоткіна. Расказаць пра кожнага, а об'яднанні божў за 30 чалавек не хопіць, як кажуть журналісты эфірнага часу, заслуговувае увагі кожны творца. І кожны ў сваючаргу удячны керавніку об'яднанні, якая не дазваляе думаць пра узрост, надае кожному ўпыўненасті і за ўсёды рухаецца наперд. По возрасту, естественно, устаёш гдета, і, ну, паехаць кудата на выставку тяжело, потому что здоров'я не всегда позволяє. Но Валентина Валентиновна дремать не даёт. Девочке, надо, і всё, собирайтесь і поехали. Ваше объединение мастатства, оно какое? Самое лучшее, потому что люди очень талантливые і самое лучшее только в моём объединении. Самые красивые женщины і самые умные мужчины. Вы, наверное, прошлись по выставке и увидели, какие тёплые, очень добрые работы. И вот эти люди с 1992 года, они у нас в строю. Быть у строей да помогая багатая творчая дейнаць, макчымыць прымать у дел у пленэрах і разнастайных выставах, только что маэстры вернулися з Польши. Зараз рактуюцца до поездки ў Москву. У выставачной зале Мясцовага этнографічного музея пабываў ўжо і городскі глядач. І ад знака работам сваих земляков самая высокая. Я просто уверена, что любой человек, любого возраста, придя на эту выставку, восхищаясь этими всеми произведениями, он идёт уже другим человеком. Городскіе аматоры мастацтва запрашаюць на выставу. Яна Будзеладзіца да пешага кастрышніка. Олесь Рыбалка, Дяніс Бутылін, Новиниргіона. Саме актуальне новіна Могилёвщина так само можна убачити на сайті tvrmogiljow.by Усягова вам доброго, дякую вам за увагу і до зустречі у ефіри.